Доброго здоровьица! Сегодня мы уже уповываем на чудо. Больше верим на таблетки, больше верим врачам. И действительно, в них надо верить. Но иногда бывают такие ситуации, в которых и врачи разводят руками. И вот одна из них... Сейчас. Сегодня мы редко уповываем на чудо. Больше верим на таблетки, на чудодейственные пилюли, в медицинские средства, врачи. Но иногда и врачи разводят руками. Но не получается. Бывают, конечно, такие случаи. Они говорят, молитесь. И вот некоторые люди верят, молятся. И у них действительно получается. А у других это не получается. Почему? Давайте об этом сегодня поговорим. Тема нашей сегодняшней программы. Как происходят чудеса исцеления. И вот первая героиня у нас Ирина. Она как раз расскажет о себе, что случилось здесь. Давайте я расскажу. Расскажите, что с вами произошло. Какое чудо вы ощутили на себе. Очень важно почувствовать именно чудо на самом себе. В чем она состояла. Я спросила, что с первого дня времени у меня служительная зонка была подошла угроза. Но я не знаю, что у нас дальше пока обречественная терапия. Обречественная терапия. То есть обречественная терапия. Поэтому в принципе пришлось сохраняться от начала до конца. Но в больнице были тоже. Тоже врачи что-то не могут. Вам, я понимаю, что помогали врачи. Помогали родные. И естественно вера. Естественно вера. А как вы обрели веру? Что вам в этом помогло? Что? Что? Что сложилось при тече чудо? Вот просто расскажите. Я же думаю, что в самой сложной ситуации мы другими хорошо поверились. И мы, то есть покровицы россияне, мы поправили их в Бога. И обращались к ним с молитвой. И в больницу уже привели на свою иконочку. Болгоматерская терапия, покровительница. Мамку. Ну собственно молились. Ну конечно молились, и отчинаши, и молитвы я их не знала, потому что это почти трое. Ну просто с собственными словами. Просто молились с собственными словами. Кстати молитва в основном и заключается в том, что человек истинно открывается и просит, и есть просьба. О том или об этом. И как правило, в момент просьбы меняется его характер. Меняется его мера понимания. Он понимает, что что-то делал неправильно. И теперь он осознав это, хочет, чтобы вот эта ошибка как-то стерлась, ушла. И больше у нее дела не будет. У вас это было? Ну естественно. Как сейчас современные мамы вначале были вместе. Несмотря на запрет врачей, работала. Вот видите, работала, оказывается, для того, чтобы, очень важно совершить такое чудо, а это самопомощь и самому себе, с помощью здорового образа жизни. А именно питание, мышление, физическая активность и распорядка дня, которые вы не соблюдаете. Вы-то сейчас соблюдаете. Теперь соблюдайте. Значит смотрите, на основании, вот что вы говорили, произошло изменение миропонимания. Мира своих собственных изменений, собственных чешек характера. Где-то вы стали более мягче. Где-то вы стали более понятливы. И теперь живете уже совсем по-другому. Так же? Естественно. Мы с собой, с собой, с собой. А раньше? Ну, раньше. Раньше я не понимала, что... А вот смотрите, я вот задам такой вопрос. Вот раньше она понимала или не понимала. И решала. Честно и откровенно. Ты курила? Конечно. Сейчас. Куришь? Нет. Сейчас. Вот такой простой вопрос. Когда человек действительно заботится о своем собственном организме или не заботится, это в первую очередь разрушает человека что? Дурные привычки. Вот когда человек убирает дурные привычки, он совсем по-другому. И вот чудо заключается в том, что человек грешил. Он совершал дурные поступки. Он, будем говорить, по молодости своей собственной жизни, ее эксплуатировал. Несчадно работал, курил. Ага, ну-ка, 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 что-то... Большинство раков и заболеваний, которые понимают от того, что мы встаем с петухами и начнемся... Ириша, мы сейчас говорим не о рахах и заболеваниях, а вот очень важно понимать, что мы сейчас говорим конкретно о тебе. Чтобы тебе изменилось. Чтобы у тебя была привычка дурная к курению. Чтобы ты была, возможно, трудоголиком. Да? Трудилось. Много. Обычно это хорошо. Обычно хорошо. Все равно было смешно. Но это все в том, что, возможно, до беременности... Это как-то сказывалось так, чтобы все было нормально. А вот когда наступила беременность... Беременность – это нагрузка на организм женщины. Отягощается курением, отягощается чрезмерной работой. И все это привело к тому, что возникает возможность срыва. То есть мы своими руками сначала создали ситуацию. Вы понимаете? Чего? Он говорит, что такое грех? Грех – это переступили законы. Переступили нормальную жизнь, которая должна идти по-человечески. Вы ее переступили. Вы ее нарушили. И создалась урода. И когда начали молиться, когда начали просить, вы осознали, что вот этого делать нельзя. Надо вот это оставить, вот это. И вы его оставили. Теперь вы это не делаете? Вот чудо, одно из чудес, сторон, и одна из сторон чудес заключается в том, что человек осознает свои ошибки, осознает, что он неправильно вел, и меняется. Вот чудо изменения самого себя – это самое большое чудо. Вы сказали на том, что… Вы только захоронили ребенка, Ирина теперь совсем другой человек. Раньше как вы к детям относились? Очень положительно. А теперь как вы относитесь? Я говорю, что вы сейчас… А теперь еще лучше относитесь? Конечно. Конечно лучше. Вот человек стал подлинной мамой, в конце концов, понимаете? Вот это чудо, которое совершилось. Понимаете, осознание мамы, оно не приходит в 5 минут лет, и до этого Бог дал нам 9 месяцев, чтобы вы нашли. И все последнее нужно последовать. Ириша, хорошо. Бог нам дал 9 месяцев, чтобы вы нашли. Но, понимаете, до 9 месяцев как раз человек должен вести такой образ жизни, который способствует тому, что он укрепляет женский организм, подготавливает его к нормальной родовой деятельности, выносит ребенка, родить и воспитать. Нет, ну отсутствие прогестерона в женском организме… Что это такое прогестерон? Что это такое? Это женский гормон. Это женский гормон. А что у вас женского гормона не хватает? Ну, сейчас у каждой третьей женщины не хватает женского гормона. Смотрите, тогда мы делаем упражнение, которое повышает этот гормон. То есть, я попросил к тому, что возвращает к женщине женственность. В первую очередь, да, вы знаете, вот тут интересные вещи. Если человек трудоголик, что не свойственно для женщины, это уже качество мужское. Понимаете? Женщина домашняя хозяйка, мягкая, ну потрудилась, отдохни, не то. Вот почувствуйте себе женщину, почувствуйте все во имя. Ну-ка, вот-вот-вот-вот, осаночку примите. Не надо закрываться, надо наоборот открываться. Вот так вот, вот-вот, ручки, ручки, так? Хотя бы так, просто, да? И скажите себе, я женщина. Повторяю? Я женщина, у меня женское начало, любящее, нежное. Вот, она уже подсказывает, женское начало. Я очень красивая. Она очень красивая. Я прекрасная. Вот, посмотрите, на сколько она женщина говорит, у меня не хватает, как гормона. Вот смотрите, я очень прекрасная. У меня тут микрофон. Я очень прекрасная. Во мне все прекрасно. И зубки, и губки, и носик, и глазки, и волосики, и плечи, и ручки, и талия. Ты губка, и губка, и женская грузка, и железная. Мой этак, пособен рожать, красавец и богатырей. Я женщина. Я дарю вам себя. Вот она какая. Я покажу тебя, и мир мне все так обралили, красотом, здоровьем и женским счастьем! Я мужчина! Вы понимаете, у человека вот эти все качества как ордена идут, красота, удача, здоровье, ну всё-всё-всё-всё-всё-всё! Вот, смотрите, мы это с вами сделаем, а теперь давайте сделаем простую зарядку, кладём микрофончик, да? А, уже руки потянулись ко мне, тогда, смотрите, мы сделаем важную зарядку. Смотрите, вот такие вот простые упражнения с усилием делаю. Смотрите, вы раздвигаете, а я как вы сдвигаете? Надувайте брови, надувайте, давайте, давайте, давайте. Я сопротивляюсь, а вы, вот, вот, на эту сторону. Отлично, отлично, отлично. Теперь в другую сторону. Вот так вот, хорошо, 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 хорошо. Вот, отлично. Отлично. А теперь делаем вот так. Раз, два, три. Нет, нет, вот, 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 да, но. Раз, два, три, четыре. Вот как в детстве. Так же пять. Очень хорошо стать ребёнком на какое-то время. Подпитаться эмоциями детства, которые как раз нас взращивают. И вот такое упражнение, я думаю, вы ещё сильная женщина вдобавок, да? Да, да, да. Ну-ка давайте, я пока. Раз, апа. Я вас не буду. А вы меня немножечко так. О-о-о-о-о. Еще раз. А-а-а. А-а-а. Немножечко. 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 Немножечко, мать еще рожает. Но потому, что тут такая нагрузка, которая не сказывается в виде натуживания на живот. Поэтому она беззвездная. Вот сделай такую нарядочку. Хорошо. Соматики будем делать? Обязательно. Пойдемте. Пойдемте. Смотрите. Очень хорошо, когда терочка есть. Мы с вами сделаем такой салатик. Вообще вы любите готовить? Вот видите, уже знают. И то, и другое смешать нельзя. Значит, мы тогда будем делать фруктовый салатик. Фруктовые салатики мы с вами возьмем. Очищайте пока бананчик. А что вы хотите очищать? Киви очищены? Ну хорошо, берите киви. Берем тарелочку. Тарелочка у нас... Вот она будет, тарелочка. Правильно. Очень важно, когда мы готовим, с добрыми мыслями. Вот этими дольками я накормлю своего любимого мужа, своего любимого ребенка, свою любимую мамочку, папочку. И себя любимым не забуду. Для этого я бананчик мелко на крышу. Заряжу его любовью. Заряжу его счастьем и удачем. Так. И здоровью. Вот. Порезали. Порезали мы это. Так. Можем еще немножечко яблочко сюда почистить. Возьмите микроточку. Немножечко яблочко сюда. И зайдем кипятчиком. Вот. Яблочко. Так. Теперь все кипятчиком. Завели кипятчиком. Настоящая женщина всегда дает первую вилку или ложку мужчине. Можете поговорить? Чтобы мы везде поработали на этой передаче, мы воспитали женское начало. Чтобы проверить. Давайте. Как можно? Попробуйте. Ирочка, спасибо большое. Прекрасно. Приготовила. Накормила. Теперь я вижу, что некоторые женщины хотят задать мне вопрос. Буквально ты руки отрывай сначала.